Донецкий аэропорт Смотрите в одиннадцатом выпуске спецпроекта телеканала ТВ-5 «Донбасс» сегодня. Боевое слаживание. Сейчас на одном из полигонов вооруженных сил Украины проходят плановые учения с использованием всех огневых средств, которые имеются у военных. Стрелковое оружие, минометы и артиллерия. 56-я механизированная бригада выведена из зоны АТО. Сейчас 21-й, 23-й и 37-й батальоны проходят боевое слаживание. За 10 месяцев нахождения в зоне АТО бойцы 37-го батальона побывали в одних из самых горячих точек Украины. Это город Авдеевка под Донецком и населенные пункты под Мариуполем. Еще одна задача таких боевых учений – вывести бойцов из состояния постоянной тревоги. Слаживание проходит на нейтральной территории. Постоянство признак мастерства. Но мы думаем, что в следующий момент нас тоже могут сдернуть куда-либо. Для дальнейшего выполнения боевой задачи. У военных планы на будущее самые разнообразные. Некоторые с нетерпением ждут дембеля, другие планируют остаться на контракт. Я хочу поехать собрать документы и заключить контракт. Остаться в своем батальоне. Как-то я, не знаю, то ли привык, то ли оно мне как-то родное стало. Хочу остаться здесь. Сан Саныч говорит, так называемую шайтан-трубу, орудие, с которым он воевал в окрестностях Широкина, ни на что не применяет. Но сейчас усовершенствуют навыки с помощью ручного противотанкового гранатомета. Та же самая гранатка. Вот как я вам показывал уже. Под Мариуполем свои. Так вот эти вот такие же самые, только немножко меньше. Ну, это мое родное. А это что? А это пороховой заряд для нее. Когда она просто выстреливаешь, выстрелить надо, она прикручивается к гранате. Ну, это вам на память. Спасибо. Носить документы. Очень удобно. Без подарков мы не остались. Но и приехали не с пустыми руками. От всего коллектива ТВ-5 привезли гуманитарную помощь запорожским бойцам. Это очень своевременно, потому что в наших условиях, в полевых, да еще в лесу, где много всяких камашек, таких как лопы, и все такие клещи, комары. Я думаю, очень своевременная помощь от ТВ-5. Спасибо большое. Будем пользоваться и вспоминать вас. Также влажные салфетки очень удобно в полевых условиях применять. Мусорные пакеты. За все спасибо большое. И во время боя, и во время учений каждый занят своим делом. Уже несколько недель в лагере с бойцами 37-го батальона находится американский военный корреспондент. Аскольд Крушельницкий родился в Лондоне, живет в Вашингтоне. Но в душе признается журналист-украинец. Его отец родом из Одесской области, а мать из Ивана Франковска. Познакомились родители Великобритании. Я народился, между прочим, в том шпиталю, где принц Уильям и принц Харри народились. Но это не специально какие-то… У меня было много, то принцесс Дайана хотела их народить там, где обычные, такие, какие я народился. Это не первый конфликт, где Аскольд работает военным корреспондентом. Сейчас проводит параллель с войной в бывшей Югославии. Я много старший от вас, я там також працював. Есть параллели, и там також, что Захидная Европа пробовала замкнуть очи, не дивиться. Хотела, чтобы чудом мир стал. Но они не хотели забрудить руки. А что до украинского войска и уряда, то все зависит от уряда. В принципе, я думаю, что президент Порошенко пробует что-то хорошего сделать. Но так как обычный украинец, я також и много в мире, на Западе, не понимаю, чего так долго забираешь, чтобы подключить эти реформы. По словам американца, большая часть жителей Великобритании поддерживают Украину и переживают за судьбы мирных граждан Донбасса. Но их взгляды с правительством страны не всегда совпадают. Я думаю, что, как я говорил, что обычный человек, который вообще интересен політикой или войной в Украине, знаю, где лежит правда. Проезжая через один из населенных пунктов Донецкой области, нас заинтересовал фургончик с надписью «Укроп Дентал». В зоне АТО таких мобильных лечебниц ранее мы не встречали. Медицинская помощь на передовой. Единственная в Украине передвижная стоматология, где работают исключительно волонтеры, сейчас находится в селе Первомайское и оказывают стоматологические услуги бойцам АТО. У меня фирма, которая торгует медицинским оборудованием, материалами стоматологическими. Забросил бизнес, все деньги, которые есть, вложили в этот проект, купили машину, оснастили ее по современному уровню и уехали в зону АТО работать. Такая стоматология на колесах в зоне АТО с 1 июня. У медиков периодически происходит ротация. Здесь работают высококвалифицированные специалисты из Запорожья, Киева, Западной Украины. Все нуждающиеся с острой болью принимаются без очереди. Оказываем сразу первую медицинскую помощь, стоматологическую. Вот очередные к нам подъехали сейчас, по графику, по времени. Пока мы записывали интервью, у стоматологии уже собралась очередь. Помощь качественная. Очень хорошие врачи. Ждем свою очередь сейчас. Военнослужащий 93-й бригады обратился с острой болью. Врачи говорят, несвоевременное лечение чревато последствиями. Несвоевременная реакция на такие вещи, она подразумевает потом посещение уже челюстно-лицелового хирурга в стационаре. Сейчас просто пару часов ест и все, повторяем, да? Да он должен, думаю, что может уже сразу есть, потому что современные материалы позволяют сделать это так, чтобы через 15 минут, пока он доедет до своей позиции, он уже может совершенно приехать и начинать кушать. А самое главное, он может уже защищать родину. После лечения боец чувствует себя прекрасно. Зубная боль осталась в прошлом. Впереди выполнение боевых задач. Я хочу поблагодарить, да, если выпала такая возможность врачей, потому что, ну, просто не знал, что делать. Большое им человеческое спасибо. Можно сказать, не меня спасли, потому что, ну, зубная боль-то хуже нет. Главное, говорят волонтеры, это не только стоматологические услуги, но и развитие этой сферы деятельности. Передвижная стоматология сменит место дислокации только тогда, когда врачи будут уверены, бойцам здесь будут продолжать оказывать помощь качественно и своевременно. Хотим после себя оставить у военных четкую, понятную структуру, схему, как дальше будет оказываться стоматологическая помощь. Именно поэтому поддерживаем, вот в нашем секторе, помогаем 66-му госпиталю, который в Красноармейске. То есть приехали, познакомились со стоматологи, посмотрели, как они отвратительно оснащены. Вот, сейчас забрали их оборудование, ремонтируем, им поставили другое оборудование, и еще поставим, присылаем им материалы, инструменты. То есть, когда мы уедем из этого сектора в какой-то другой, мы после себя должны ставить четкую, понятную, прогнозированную стоматологическую помощь для всех подразделений воинских. Работа медиков в зоне АТО неоценима. Многие спасают жизни на передовой. Есть и пострадавшие, есть и раненые, есть и погибшие. Ситуация не улучшается, стабильно напряженная. И в периоды обострения ситуации, и во время затишья работы хватает. Всю ночь рано утром шел обстрел с миномета в 120. Вот ситуация у нас ночью, парня завалило, не успели его достать, погиб. Поэтому буквально сегодня ночью уже такое было на шахте. Мы знаем, слышим, что как только мы выезжаем, они знают, что, например, с какой-то позиции будут забирать пострадавших, то туда начинают прийти. И гоняются, охотятся за нашими машинами. Я сам не раз выезжал с ситуацией и праздную не одну день рождения. То, что цель номер один, это однозначно. По Авдеевке ствольная артиллерия работает, поэтому в Авдеевке еще сложнее ситуация иногда бывает. А в шахте, извините, не стихает ни дня без обстрела. Последние два дня вообще тяжелые были. Это осколок с ствольной деревья. Работал, лег снаряд рядом с машиной. Просто повезло, что стекло бронировано, и машину выдержало. Такая скорая с надежной защитой всего одна. Помогли волонтеры. Некоторые военные сетуют, что правительство им практически не помогает. Другие, говорят, и вовсе не видят поддержки. Несколько дней подряд нас настойчиво просили приехать в военные 28-й бригады. По их словам, поговорить есть о чем. Мы пережили трудную зиму. Вы, наверное, в курсе дела, как воевали, как бомбили. Зиму здорово дрались. В частности, допустим, моя рота Марьянку держала с октября по середину мая. И не дрогнули. Стояли. Было трудно, были проблемы, но стояли. Сейчас указ президента вышел о том, что демобилизировать тех, которые третья волна, так называемая. Во всех средствах массовой информации это было все широко оповещено. Произвести июль, август, сентябрь. Точка. Генеральный штаб вооруженных сил Украины продлил срок службы военнослужащим, которые призваны во время третьей волны мобилизации до 31 октября 2015 года. Хотя, согласно указу президента, они должны быть уволены в июле-сентябре этого года. Говорят, что будем еще 2-3 месяца служить. Одним кажется, что месяц, другой дослужить. Но это мало. Что такое месяц-два? Но просто некоторые люди не понимают, что такое день здесь один, находясь на передке. Ну, наверное, месяца стоит. Военнослужащие 28-й бригады ждут разъяснений, в связи с чем продлили срок, и конкретных действий от правительства. По их словам, минские договоренности себя не оправдывают. Нужно приходить к миру другим способом, уверены бойцы. Ситуация какая-то непонятная. Какие-то, я же говорю, с этими ДНР, с этим хромой, я вчера смотрел, как его, Захарченко, да, этот, еле живой там ходит по этому Донецку, люди ему там уже пальчиком тыкают, уже говорят, слушают, сколько можно воевать. Так и нам же не надо, эта война. Давайте как-то договариваться. Какие минские, не надо минские, надо, чтобы он приехал сюда, тут же полтора, я не знаю, кто там, переговорщики вот эти, Кучма, пускай сюда приедет, поговорить с этим Захарченко, договорятся. Если они хотят в Украине быть, давайте в Украину их как-то возьмем. Если они хотят быть в России, давайте как-то в Россию их отправим. С забором, да. Ну, тогда, то есть, как-то, ну, что-то нужно сделать. Ну, вот этот замороженный конгресс, он не нужен вообще, ну, я не знаю, я просто не понимаю, я не политик, я не знаю, как это все. Но я вижу, это чисто бизнес-проект, понимаете, когда люди, блин, одно озеро, сегодня ловят те рыбу, а завтра ловят другие рыбу с той стороны. Ну, это же несерьезно вообще. В зоне АТО сохраняется напряженная обстановка. Украинских военных атакуют по всей линии фронта. Особенно горячо в населенных пунктах, которые находятся под Донецком. Наша съемочная группа отправилась в поселок Опытное Ясиноватского района. Здесь бои идут круглосуточно. Обстрелы населенного пункта Опытное не утихают. И сегодня слышны взрывы снарядов, пулеметные очереди. Люди боятся жить в своих домах по той причине, что может произойти следующая ситуация. Сюда залетел снаряд реактивной системы залпового огня ГРАД. Пролетел через всю квартиру. Мы можем сейчас пройти и посмотреть, какие разрушения. И взорвался здесь, собственно говоря, где он и остался. Вероятнее всего, это была детская комната, судя по рисункам, по наклейкам на стенах. Пессимизм некоторых местных жителей зашкаливает. Нормальная обстановка, что и вам желаем. Скоро война, дело инфекционное, оно скоро к вам придет. Мы надеемся, что скоро все закончится. А мы надеемся, что оно все-таки к вам придет. В Запорожье что ли? А мне какая разница? Нас бьют, а мне в Запорожье будут бить, Херсон. Меня тоже все равно, потому что нас все там ненавидят. Хотя живем на Украине. Спустя несколько минут женщина успокоилась. Объясняет, такой негативный настрой связан с тем, что за пределами Донецкой области они чувствуют себя чужими. Все идут домой. Никто не хочет жить, бродить по всей Украине. Вот тоже вернулся. Сколько тебя не было? Полгода не было. Инвалидом стал, тоже под обстрел попал. Горел еще вдогонку. Вот он. И калека еще вдобавок. Опасаются здесь не только прилета снарядов, но и мародеров. Хотя выносить из квартир уже и так нечего. И вот так вот в каждой квартире. Вот одно кресло осталось здесь. Диван с креслом и с кроватью внизу. Вот чтобы вы убедились, что это кресло с этой квартиры. Вот оно одно осталось. Идите, снимайте. Обстановку здесь можно не комментировать. Разрушения в населенном пункте говорят сами за себя. Кто минских договоренностей не выполняет. Как вы видите, если вы ездили поопытно, мы видели, что почти все дома развалены. Поэтому каждый день, каждую ночь и каждый вечер обстрелы идут из артиллерии. Вот там находится Донецкий аэропорт. Мы слышим звуки боя. Столько что были стрелковые бои. До этого стреляли из танков. Видно плохо, зато слышно звуки очень хорошо. В процессе съемки слышим звуки разрыва снаряда. Неподалеку виднеется облако пыли. В той стороне село Водяное. Шумно становится и в опытном. Пора возвращаться. В селе Тоненьком встречаем запорожских волонтеров. Спасибо. На руках у жительницы Тоненького пятимесячный сынишка Рома. Родился в России. Тогда семья была в гостях у родственников. Оформлять статус беженки женщина не захотела. Решила вернуться домой, в Донецкую область. Рождение ребенка – самый счастливый день. Но выезд к родственникам стал роковой ошибкой, признается женщина. От государства мы ничего не имеем, потому что мы рождены в России. Нам сказали помощи, нам нет никакой. И не надеются? А не обещают куда-то? Ну, мы в Очеретинске, нам сказали нет. Запорожские волонтеры привезли гуманитарную помощь, продукты питания и средства гигиены. Водяном раздавали воду. Как бы иронично ни звучало, но в селе с таким названием уже больше года нет воды. Узнав, что запорожцы были водяном, как раз в тот момент, когда мы услышали звук разрыва снаряда в этом направлении, мы поинтересовались, что там произошло. Когда мы заехали на второе водяное, лично по нам вела сегодня прицельная стрельба с танком, мы даже не ожидали. В районе где-то от 50 до 100 метров от нас упал снаряд. Ну, было, конечно, страшно. Мы сразу же покинули это место. И не раздав людям продукты, они сами начали убегать, кричать нам тоже там, прячьтесь. То есть наши поездки, они мирные. Мы привозим людям хлеб, воду, продукты. Вот. Зачем стрелять по волонтерам, я не знаю. По словам Дмитрия, их неоднократно предупреждали. Если они будут появляться в одних и тех же местах, возможны провокации. Сейчас водяном тихо. Волонтеры говорят, нужно вернуться и раздать оставшуюся помощь. Мы едем с ними. По приезду пытаемся разобраться, где мог разорваться снаряд и с какой стороны стреляли. Воронку найти сложно, мешает растительность. Да и ходить там опасно. В дороге может быть много неожиданностей. В непредвиденных ситуациях главное не паниковать. Так, так, так. Ох ты. Что это стреляет? Что это будет? Приходится вот так вот ползти строго по прямой. Сзади нас едет тоже охрана на УАЗике. Ну, им проще. Да, ну, сказали, потому что на капсуле можно наехать и будет неприятно. Во время боевых действий разведка играет ключевую роль. А такая вот птичка – это глаза украинских военных. Сейчас нам покажут, что можно увидеть благодаря работе беспилотника. Готов! Все, взлет! Готов? Старт! Беспилотникам никто не управляет. Курс задают через программу. Хотя вручную можно скорректировать движение. Почему – военные объяснили. Канал открытый, перехватывает. И все плохо. Домой у противника появляется новый беспилотник. Такие радиопомехи, попытки второй стороны конфликта подавить сигнал. Но работе аппарата это никак не препятствует. Информация передается в пункт управления беспилотникам. Донецкий аэропорт имени Прокофьева – стратегический объект инфраструктуры Донбасса и представляет собой огромный военный интерес для всех сторон конфликта. В 2009-м на его реконструкцию было выделено 1 миллиард 300 миллионов гривен. Разрабатывались масштабные стратегии развития объекта. Никто не мог предугадать, что через несколько лет аэропорт будет выглядеть так. Груды металлолома, огромные дыры в перекрытиях, обломки самолетов и сгоревшая техника. Новый и старый терминал, башня управления – все уничтожено. Дальше мы видим Путиловский лес, парк в Киевском районе Донецка. 80 гектаров рощи, живописная природа, когда-то тихий уголок. Сейчас здесь не увидишь отдыхающих, не услышишь детский смех. Ситуация в корне изменилась. Путиловский лес. Под этими деревьями у них минуты прячутся. А это село Спартак, неподконтрольная Украине территория. Это 100%. Вот траншейки видно. Тут дорожка была. Кто-то туда заезжает прятаться. Пунтика, именно так военные 55-й артбригады назвали свой беспилотник, уже неоднократно пытались бить. А это фантик. Вот еще делаем последнее панорамное видео. Потому что очень часто когда начинается обстрел. Так засекали, очень много батарей, все остальное. Мы сюда, кстати, ехали, был запуск ракет. Где-то вон там, вот здесь и на воду. Это видеозапись была сделана 18 июля. В ночь 17-го со стороны так называемой ДНР ввелся обстрел. На наш вопрос, почему стреляли именно по этой территории, военные пожимают плечами. Говорят, позиции ВСУ там нет. Ну вот копцы хим. Вот разрывы идут. То есть видно, что не отсюда стреляли, а все идет туда. А как вот так по разрывам определять? А это на месте видно. Как определить, с какой стороны прилетел снаряд? Мы едем на место разрывов. Я по-моему, он смотрит по выбросу грунта туда. Вот сюда он выбросил грунт. И вот сюда он не прилетел. Прилетел он на 22, 53. Ну, скажем так, он летел по курсу 318 градусов, если брать, относительно севера. Приход оттуда вот. Так же самое дальше. Там воронки, там воронки. Сзади у нас село Тоненьке. Северное. Вот оно уже. Северное. Войска здесь нет, окопа можете поснимать, тут тоже нет. Почему сюда стреляют? Пока никому неизвестно. Многие снаряды, когда достигают цели, не разрываются, а просто перекапывают поля. Хотим передать большой привет русским бракоделам. Спасибо вам, что ваши снаряды не взрываются. Накануне представители так называемой ДНР объявили. Планируют отвезти вооружение менее 100 миллиметров. Будут ли выполнены обещания, покажет время. Пока бои не прекращаются. Конфликт на Донбассе. Между сторонами растет недоверие. Обстрелы позиций украинских войск не прекращаются. Хроника событий и репортажи с передовой. Война и перемирие глазами жителей Донецкой области. Эксклюзивные материалы и прогнозы военных экспертов смотрите в следующем выпуске. Спецпроекта телеканала ТВ5 Донбасс сегодня.